Тройка, семерка, туз. Театр драмы готовится к премьере. В Владимирских подмостках ставят повесть Пушкина «Пиковая дама». А сейчас полным ходом идут репетиции. Приглашенный столичный режиссер Вячеслав Тыщук обещает, что спектакль удивит зрителя и содержанием, и формой. Наталья Панцева расскажет детали. Исполнитель главной мужской роли Антон Карташов признается, пиковую даму в школе обошел стороной. И пока ему Герман не поддался. Репетирую, что-то получается, за что-то получают режиссеры. Либо комплименты, либо ругает, если что-то не получает. Не знаю, пока еще нет той роли, которую выстраивает он. Я еще и в себе не вижу. Забитого человека, заучку в переход в властного безумца. Вот эту линию, чем филиграннее, конечно, сделать это только в наметках и мечтах. Вот это сложно. Одержимая идея узнать секрет трех карт, которые гарантируют выигрыш, Герман расчетливо влюбляет в себя воспитанницу графини Лизу. Через неделю она им улыбнулась. Герман прячется в доме графини и с пистолетом в руках требует назвать заветные карты. От испуга старуха умирает. Позже ее призрак является Герману во сне и называет тройку-семерку туз. Все за карточный стол. Молодой человек сначала выигрывает, а потом теряет все из-за дамы пик. В финале Герман сходит с ума. У всех есть, наверное, какие-то уже представления о том, какая форма должна быть у пиковой дамы, что это должно быть определенное платье, определенная такая стилистика. Ну вот, то есть, как бы закоренился некий штамп, в языке какую-то историю рассказывать. У нас он, наверное, несколько необычный. Историю пиковой дам режиссер хочет сделать современной, но в то же время очень личной. Пушкинский текст переработал сам. По его задумке герои в спектакле не только говорят от первого лица, но и комментируют свои действия. Бросить тут не было. Что за вдоль? Ну? Где же карета? А карета готова. Ну что ж ты не одет? Вот вечно приходится тебя ждать. Эта матушка несловна. Леса пробежала. Режиссер хочет, чтобы в постановке звучала живая музыка. Начинающий актер Илья Соколов хоть и учился в музыкальной школе, но играл на трубе. А тут электрогитара. Режиссер так попросил, спросил, есть у вас группа какая-то в театре или нет. Ну, как таковой направленной у нас группы нет в театре, которая играет там, да, на инструментах. И спросил, то есть можете что-то, да, там, допустим, сыграть в живую. Вот он захотел какого-то такого драйва, какой-то музыки, электронной, электрогитары. Вот. И решили попробовать, то есть взяли, попробовали даже переделать Арию Германа, да, на современный манер из оперы «Пиковой дамы». Вот. Ну, а что получилось, уже видно будет. Премьера «Пиковой дамы» состоится 22 ноября. В театре уверена, эта постановка удивит Владимирскую публику. И дело не в декорациях или костюмах, а в искренности рассказа. Продолжение следует.